Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы с вами поговорим о Battlefield 5, а именно об открытой бете. Бета для предзаказавших игру и для подписчиков EA Access доступна с 4 сентября, а для всех остальных лишь с 6 сентября. Бета продлится до 11 числа включительно, поэтому не поленитесь опробовать. Ссылку на скачивание я оставлю в описании. Я был в числе тех, кто опробовал игру 4 сентября и наиграл я в бету около 4-5 часов. Мне было этого достаточно, чтобы у них сложилось какое-то мнение. Сразу скажу, что бета мне не вкатила вообще. Я обожаю мультиплеер батлы за ее масштабность и чувство войны, но в пятой части я, к сожалению, кроме масштабности ничего и не заметил. В пятой части появилось очень много нововведений, которые можно заметить невооруженным глазом. Играя за атакующих, теперь вы можете высаживаться прямо с самолета. Данное нововведение придает чуть экшен и атмосферности боя, а также интереса, ибо летя на самолете, вас могут подбить и вы умрете, не успев начать жизнь после смерти. Когда вас убивают, у вас есть время, чтобы попросить помощи, и вас может поднять любой желающий, не обязательно медик. Медик лишь полностью восстанавливает здоровье при подъеме. Не знаю, как при релизе, но шприца тут нет. И нельзя восстановить всех за секунду. В игре присутствует прикольная разрушаемость. Прям реально видно щепки, летящие после удара из танка. Но из-за не очень высокого разрешения и мыльности картинки, по крайней мере на Xbox One Fat, выглядит это не так круто. Кстати, графику трогать не буду, она тут средняя и все-таки это бета-версия. Также изменения коснулись и основных фишек. А именно изменилось расположение команд для отряда и переключение режима стрельбы. И то, и то стало неудобнее. Теперь у вас не столько много патронов, а именно ровно одна дополнительная обойма. Остальные патроны можно получить с поля боя. Аптечки также нужно искать на карте. Как я понял, медика тут очень пофиксили. И теперь у него нет большого количества аптечек. Их надо искать и подбирать. Чувство персонажа осталось таким же, но чувство стрельбы сократилось в разы. Возможно, это из-за слабой вибрации геймпада. В остальном же это та же самая батла, но без чувства войны. Я не знаю как и что надо добавить для этого чувства, но играя у вас нет чувства стрельбы из оружия, нет чувства войны, нет какой-то харизмы. Играя в бету первой части, мне хотелось заходить в эту игру снова и снова. Ибо я реально кайфовал, когда попадал в голову или выигрывал. Тут же наоборот. Просто равнодушие. Кстати, не беру во внимание ни историчность, ибо это мультиплеер, и я считаю, что она тут приемлема. Знаете, вся эта ситуация очень напоминает ситуацию со Star Wars Battlefront. Первая часть была прикольной, какой-то инновационной, и в нее хотелось поиграть. А вот вторая часть не вкатила. И сложно сказать почему. Вот в Battlefield V точно такая же ситуация. Опять же, это всего лишь бета, и возможно к релизу что-то станет по-другому. Надеюсь, что когда она выйдет, весь основной контент игры будет все-таки доступен. А то есть слухи, что некоторые режимы и функции не будут доступны на релизе. Вот такое мнение у меня сложилось о бете Battlefield V. Если понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, и поделись этим видео со своим другом, который играет в батлу. Также не забывай написать свое мнение о бете. Кстати, если хотите, то можем устроить сходку 8 сентября и поиграть вместе. Для этого заходите в нашу группу ВКонтакте и в наш клуб Футсбокс Лайф. Там будет вся информация о сходках. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.